Привет, Матвей, рад тебя видеть в Сочи. Я посмотрел, играете нормально, были близки к победе. В целом, что ты скажешь по матчу сегодняшнего? Да, хороший матч получился, отличная атмосфера. Пришло сегодня много болельщиков. Да, что скажу. Наверное, нужно похладнокровнее относиться к своим моментам, тогда все будет хорошо. Моментов много, в принципе. Сами не забиваем. Соперник забил, выиграл. Вот и все. Вот в чем наша проблема. Вообще не похожи, конечно, вы на команду, которая один из поражений подряд, потому что у вас есть такой потенциал, и видно, что вы очень близки. Ну, вот чего-то нам пока что не хватает. Но ничего, будем работать. Никто руки не опускает. Поэтому наша победа еще все впереди. Дай бог, что в этом сезоне еще их было очень много. Сделаем все возможное для этого. Расскажи, как ты заходил на Ла-Кросс, как там был эпизод, прочувствовал, что там было в том моменте? Да, в том моменте просто оказался воротами. Думал, дай я попробую. Попробовал. Не получилось. Ну, ничего страшного. Это хоккей, не всегда все получается. Но нужно стремиться, чтобы всегда все получалось. Нужно стремиться к этому. Если не ошибаюсь, ты после возвращения два матча, два гола, да? Ну, да. Насколько у тебя прям такое, знаешь, возвращение. Кто-то возвращается тяжело, ему надо войти, а кто-то на эмоциях, наоборот. Тяжело ответить на этот вопрос, я думаю. Ну, конечно, соскучился по хоккею, пропустил матч звезд. Вот накипело где-то в глубине души, и поэтому выходил с отличными эмоциями и с большим удовольствием играл в хоккей. Обидно получилось, что ты там прямо перед матчем звезд пневмония, вот это все выбило тебя из колеи. Насколько ты расстроился, как ситуация возникла? Ну, это жизнь, и всегда все получается так, как ты хочешь, поэтому нужно с поднятой головой справляться со всеми трудностями и идти дальше. Ну, это как тебя продуло, что ли, здесь, или как-то такой, знаешь, перепад? Я не знаю, как про это произошло. Я думаю, не только я болел этим, еще были люди, поэтому какой-то вирус, я думаю. Поэтому вот так вот цепануло меня неудачно. Да. А как ты оценишь в целом для себя сезон, потому что все 19 лет, но у тебя очко за матч, ты очень, как бы, так все говорят, ну, блин, хорошая статистика. Ну, это судьбу, чтобы не сглазить, знаешь, так, не будем говорить, но вот оценить то, что здесь сейчас, 13 плюс 16, если не ошибаюсь, ну, хорошая очко за матч. Сколько у меня игр там много? У меня должно быть 32-31 матч. Ну, нужно стремиться, чтобы намного больше было очков и командных побед, вот. Ну, и будем работать и работаем над этим. Сказать, чтобы доволен, ну, всегда, всегда будешь чем-то недоволен и всегда есть, что улучшать, поэтому всех нюансов я раскрывать не буду, но есть такие моменты, на которые мне нужно еще очень много работать. Ну, ты как раз вот видео по-прежнему смотришь, да, тебе тренер присылает, да, эпизоды прям сразу же после матча, разбор, да? Ну, да, после матча домой прихожу, приезжаю и стараюсь все матчи смотреть, пересматривать. Как ты поглядываешь на молодежный чемпионат мира, там интересные события происходят, выбили канадцев. Интересно тебе тоже там сверстников смотреть? Ну, я, да, смотрел этот матч, когда играли Чехия, Канада. И смотрел еще Финляндия, Словакия тоже играли. Вот там друг мой играл, Дали Бордворский, вот, поэтому хотел понаблюдать за ним, посмотреть, вот, там здорово они отыгрались, вот, но, к сожалению, ввертайме они проиграли Финам, вот, ну, я не знаю, конечно, без сборной России эти матчи, я думаю, что скучнее, вот, и конкуренция намного меньше стала, потому что все-таки сборная России всегда курировалась как топ-3 сборных, как минимум, поэтому, конечно, хочется вернуться на международную арену, но, к сожалению, не все зависит от нас. И всякие политические дела нас не касаются. Наша задача просто выходить на лед и играть в хей. Куча версий есть, там, от ТСН, от разных других компаний, которые составляют версии сборной России. Я смотрю, что не версия, то прям Dream Team, Dream Team. И ты, и Демидов, и у нас столько молодых так собралось. Ты чувствуешь, что могла быть просто сумасшедшая команда? Да, конечно. Мы всегда по 2004 году, по-моему, году всех выигрывали, и, если честно, у нас, по-моему, ни одного матча вообще нету с поражением. Все матчи выиграли. С Филатовым мы все выигрывали, поэтому у нас была отличная команда, отличный дух, и я думаю, что, если бы мы играли на этом турнире, то мы бы выиграли. А вот то, что смотреть на этих ребят, они делают что-то невероятное, там, ну, Селебрини, там, я понимаю, Бедард, вопросов нет, он суперкрутой. Есть на этом турнире прям уровень Бедарда, потому что я не вижу особо, то есть там первый номер, там был этот, как бы, Словак, его сейчас там потеснили. Ну, даже непонятно, кто там лидер. Петровский. Да, ну, вот это, да, Петровский, да, сервальщик, который. Ну, я, кстати, да, слышал про Селебрини, смотрел за его играми, ну, хороший парень, да, там, 2006 год, где-то, ну, где-то вверху стоит турнир за таблицей по набранным очкам, вот, но для меня номер один на этом драфте – это Ваня Демидов, вот, и, безусловно, он номер один для меня, поэтому других вариантов у меня и быть не может. Вы общаетесь сейчас, потому что вас, как бы, судьба раскидала в разные стороны, но мы помним, как вы здорово играли в предсезонном турнире и в тройке, и на брасмах. Ну, конечно, общаемся, да, у нас день рождения друг за другом идет, вот, поздравили, сейчас он мне позвонил 9 декабря, а потом я ему 10 декабря, поздравили друг друга, да, очень близкие отношения, очень близко общаемся с ним, вот, поэтому, да, поддерживаем. Ты чувствуешь, что ты за год стал сильнее? Вот ты год назад радовал уже, забивал много, все говорят, ну, вот парень там 18 лет забивает, но сейчас год прошел, ты чувствуешь, что ты в чем-то прибавил? Ну, конечно, чувствую, как-то более увереннее стал играть, и, ну, я могу сыграть столько времени, сколько мне даст тренер, и независимо, если много или мало, поэтому как-то спокойнее стал относиться ко всем моментам, более как-то сдержанно, и это, на самом деле, мне идет только в пользу. Если проецирует, опять же, понятно, что ты Филадельфия тебя выбрала, проецирует, ты смотришь, наверное, там матч, хайлайты, ты бы мог теоретически играть вот в этом уровне, потому что Бидард писался, ну, конечно, там Чикаго валится, но он там набирает свои очки, там, ты бы как тут оценивая мастерство этой лиги, реальной лиги, или, знаешь, кто-то там надо дорасти, там, вот это все АХЛ. В какой бы лиге ни был, я не люблю проигрывать, и поэтому конкуренция бы с Бидардом дала бы мне свои плоды, и я думаю, что я бы не уступил. Как ты думаешь, из Филадельфии что тебе говорят, звонят, болельщики, может быть, пишут в соцсетях, какие у них там резонансы, потому что они точно за тобой следят, я вижу, радуются каждому твоему голову. Честно говоря, я сейчас в последнее время выбился из этих соцсетей, вот, больше стараюсь проводить время без телефона, вот, но думаю, что следят и пишут, да. Кстати, ты принцип Сергачева используешь, который удалил там Инстаграм себе, и он говорит, что я совсем по-другому на жизнь начал смотреть, потому что ты говоришь, я все время скроллю, ленты, видео, ты чувствуешь, что у тебя эффект тоже другой появился? Да нет, я не удалял Инстаграм, просто периодически захожу в него, что-то там выкладываю, но реже стал, чем раньше сидел там. Последняя пара вопросов. Есть ли вариант, что ты, может быть, уедешь в Инхо раньше, чем тебе действует в контракт? Ну, по крайней мере, мы не говорим о том, потому что это же СКА, все понятно, но хотя бы об этом подумать, поговорить, обсудить хотя бы эту тему. Да, я, честно говоря, не готов пока что на эти вопросы, ты тебя пишешь, сам ничего не знаю. Ну, у меня есть контракт действующий со СКА, поэтому нужно соблюдать все требования его. А если Сочи не выходит поле-офф, какие будут дальнейшие действия? Ты опять будешь играть в МХЛ или что, как все это? Ну, если честно, это не я решаю, не я владею этими вопросами. Как скажут мне, так, значит, и будет. Поэтому в данной ситуации ничего от меня не зависит. Но ты готов в МХЛ? Куда? В МХЛ готов, ну, так все. Потому что ты уже давно перерос этот уровень. В МХЛ? В МХЛ. В Ступену вы имеете? Ну, да, но с другой стороны, ты ездил в том году, там, ну, как получилось, один в поле не воин. Я думаю, что этот сезон тяжелее, чем прошлый, поэтому не знаю. В прошлом году у меня было всего 30 игр. Можно сказать, даже 27, если не учитывать те игры, которые играл за СКА, там, мало сыграл. А в этом году намного больше игр, и поэтому не знаю, какое у меня будет физическое состояние. Поэтому будем уже отталкиваться после сезона. Я заметил, ты стал больше бросать. У тебя прямо видно и сегодня 4 броска, и, знаешь, там, по типажу ты похож на Овечкина, который много бросает, и 9,4 у тебя процент реализации. То есть, вот, насколько ты ставишь целью больше и больше бросать, это дает, знаешь, свои плоды. Ну, наверное, вот в первом сезоне, когда ты играл за Сочи, старался больше бросать, а сейчас где-то стараюсь больше взаимодействовать с партнерами. Вот, чтобы они тоже получали удовольствие от хоккея и возможности стараюсь там бросить. Когда более выгодная позиция у меня, тогда стараюсь бросить на гол. Вот, но я не скажу, что я прямо в этом сезоне много бросаю. Считаю, что в прошлом году бросал намного больше. То есть, у тебя уже важно не количество, а качество? Ну, конечно, охота из каждого момента выжимать максимум. Там, если партнер выгодной позиции стоит, почему бы не отдать? Ну, и последний вопрос такой, какое твое самое главное впечатление этого хоккейного сезона? Может, тебя что-то зацепило в КХЛ, какое-то новое правило? Не обязательно в Сочи, а в лиге самой. Или, может быть, тебя что-то в НХЛ зацепило? То есть, там хайлайты смотришь. В хоккейном смысле. Может, ты профессионально подсмотрел? Какая-то новая модель клюшки. Есть что-то такое? Да, если честно, кроме пересечения красной линии на разминке, я ничего не запомнил в этом сезоне, потому что три раза на этом попал. Поэтому это очень хорошо мне запомнилось. А так, что, в принципе, все то же самое. Ну, единственное, еще в Браслоне, когда большинство после периода стало в чужой зоне, вот это тоже, безусловно, преимущество для нас, для всех, кто играет в атаке. Очень хорошее правило. И считаю, что из этого правила стало больше голов. Я уточню, кстати, ты не комментировал тот момент, мы его обсуждали, мы его активно. То есть, ну, и многие сказали, что ты как бы все правильно, твоя работа, забивать голы, там, создавать моменты. Там взрослый парень на тебя наезжал тогда. И ты говоришь, это моя работа. Но, по сути, ты же прав. Насколько у тебя эти моменты, знаешь, ты же молодой. То есть, вот ты поднимаешься, ты делаешь всю работу. Но когда у тебя ветеран начинает как-то что-то такое делать, это... Как ты реагируешь на это? Да, это игровой момент, это эмоции, это хоккей. Поэтому никак я не реагирую. Вот. В жизни у меня никаких претензий к нему нет. Ну, как бы, да. Всплеск эмоций. Это, наоборот, хорошо. Вот именно это и заставляет нас играть и двигаться только вперед. Ты вот молодец, ты уже в игре научился, уже не размениваться, знаешь, на эмоции, вот это все. То есть, ну, был эпизод и был. Ну, конечно, охота всегда играть в большинстве, чтобы было больше голов. Но, как бы, если соперник, правда, там попадает по лицу, то лучше зафиксировать, как бы, этот момент, чтобы судья тоже видел. Конечно, это не нужно не симулировать ничего, нужно стоять на ногах всегда. Вот. Но бывают такие моменты, где можно сыграть и на команду. Спасибо тебе, Матвей, за беседу. Привет, Матвей. Знаешь, кто, кстати, занимается такими вещами? Вот это делает Адам Оудс. Он же был тренером Вашингтона. И сейчас он стал работать персональным тренером. Вот как вот эти вещи. Знаешь, разбирает эпизоды, подсказывает персонально. С Макдэвидом и с другими ребятами. Ковалев, мне говорю, сейчас он стал вторым в Спартаке тренером, да, Жанновым. Но он помогал конкретно этому парню из Каролины, который стал в итоге лучшим аббардиром. Насколько это модно, полезно и правильно, когда у тебя тренер персональный, ты матч провел, он сразу же тебе видео отправляет и подскажет в каждый момент, что и как надо, со стороны на тебя смотрит. Ну, вот, Алексей Геннадьевич. Меня как бы пристально за мной следит, подсказывает многие вещи. Я всегда к нему прислушиваюсь. И, в принципе, ко всему тренерству, потому что там всегда прислушиваюсь, потому что со стороны всегда виднее. И когда ты на площадке, не всегда ты все запоминаешь, что делаешь. И он мне скидывает, и мне очень сильно помогает. И всегда учусь на ошибках, и стараюсь с каждой игрой исправлять все ошибки, на которые мне указали. Про Кучерова говорили в свое время, что он такой хоккейный гик, то, что он хоккейный везде, да, то есть он и тренер, и личный есть, и по питанию, и по всему. Вот ты, насколько все эти моменты подтягиваешь, стараешься быть лучшим во всем? Лучше там, например, скушать курочку, а не какой-нибудь кусочек торта. Каждой мелочи в жизни ты стараешься быть хоккейным гиком? Да, я думаю, что когда много жира в моем теле, я понимаю, когда много жира в моем теле, когда нормально, когда норма, и когда я на пике. То есть на пике это тогда, когда я чувствую себя просто великолепно, когда все хватает. То есть тоже, когда мало жира, ты быстрее устаешь, я считаю. Наверное, там где-то на третий период не хватает уже сил где-то, может, да. Вот, а так стараюсь, в принципе, просто не питаться, ну, не кушать фастфуды всякие, а так, что прям слежу-слежу за едой, за питанием. Такого, честно говоря, нет. И диетолога, вот прям лично, тоже нет. Кучеров, кстати, опять же, по-моему, это он, говорю, если не ошибаюсь, рассказывал, что как только он попал в систему НХЛ, в Тампу приехал или еще куда-то, он думал, что он нормальный, все с ним нормально. Они говорят, так, ты толстый, тебе надо похудеть. Они прям щипцами какими-то замеряют вот это все. Почувствовал-то сам, когда, я не знаю, тебя, наверное, не замеряли, ты же не был на комбане, да, но... Замеряли. А, замеряли. Замеряли, Сент-Луиз пришел на собрание, на собеседование, мне как-то раз жир, жир, да. Сразу, да? Да. Как-то все, нормально, он такой, нормально. Ну, щипцами, да? Нормально мы тебя не берем. Ну, они вот какая там показали, 55%, 5%, 6%, какая цифра? Честно говоря, я не помню. Просто почти нормально, нет, это нормально. Ну, ладно, идем дальше. И ты успел почувствовать, что там действительно вот эти все хоккейные мелочи, там как-то, они действительно не заточены в этой системе. Даже на собеседованиях, даже где-то в чем-то. Да, собеседования там, конечно, такие доскональные происходят. Даже ноги смотрят, там колени смотрят. Вот в Торонто, по-моему, да, было. Сначала ты заходишь. Обычно было собеседование, заходишь в команду, у тебя просто собеседование, и ты уходишь. Пришел в Торонто, там сначала два доктора сидели. Ты к ним заходишь, они туда тебя смотрят, ноги. Там просят сесть, там присесть, травмы, не травмы спрашивают. Вот, потом идешь в аналитический отдел, тебе там показывают разные моменты. Потом раз, экран погасает, гаснет. Ты должен сказать, что бы ты сделал этому моменту, там бросить, отдать передачу, там, не знаю, еще какое-то решение сделать. Вот. А потом только ты уже видишь собеседование. То есть, там три комнаты было. То есть, в этом плане, что с Торонто, прям так досконально к этому, ко всему драфту относятся, что просто удивлением было для меня. Да, это, конечно, такое. Как экзамен, получается. Да. Чувствуешь себя, как на экзамен, да? Ну, да не, я спокойно себя чувствовал, потому что это уже не первое собрание было. Кто-то, наверное, даже зубы смотрит, да, там, тебе как-то. Ну, реально. На английском все? Да, на английском. Ну, переводчик, нет, переводчик был. Вот, вот так на английском. Ты нам просто говорил, что там пару фраз Бэтмен перекинулся. То есть, английский у тебя пока еще... Ну, вот, слушайте, я на самом деле понимаю, но сказать не могу пока что ничего. Ну, как, не то, что ничего, банальные, простые фразы могу, но не прямо себя сказать могу, а понимать, да, понимаю. Практически все. Ну, занимаешься ты постоянно сейчас? Ну, пока что идет турнир, времени особо нету, но как это все подуспокоится, как появится в одно время, то обязательно займусь этим делом, потому что пообещал там, что выучил, агент пообещал, что выучил английский язык. Ну, это несложно, то есть, если ты там, ну, погружен, смотри сериал, там, друзья, какой-то сериал, знаешь, классический на английском. Вы знаете английский? Я знаю, я его не учил глубоко, но я смотрю на бытовом уровне, я общаюсь там, читаю вот эти новости на Хайловске, я говорю, может быть, коряво, но я понимаю, то есть, с течением. Ну, вот, я тоже понимаю, но сказать ничего не могу. То есть, если комментатор там будет комментировать игру по-английски, то я все пойму, там, факт, там, да, да, вот это. Сиг, хоккейные термины. Да. Вот, а так, чтобы в жизни, все равно они и слабо, отсъедают, и не понимаешь, что они говорят. Ну, вот ты в Америке, когда пролетел, там, статус свободы, фотографируешь, ты ж наверняка с кем-то там общался, там, как там билет купить, как вот это. Они очень быстро говорят. Повезло, что у меня был переводчик, друг переводчик, то, что он все переводил эти моменты, и он вообще все понимал. Ты не улавливал, да? Ну, я его слушал, он поручил, сказал, что это. Ну, вот это, это. Я говорю, ну, все, нормально, пойдем. Уникальный, на самом деле, момент. Он написал в Телеграме перевод топ-юниора в центр. Это можно представить, как в 2004 году Овечкин на краю, его выбирает первый номер драфт, и говорит, так, ты теперь будешь играть в центре, ему нравится, и у него это идет. Это такое очень мощное событие, которому хочется уделить больше внимания. Вот когда ты сам почувствовал, что тебе нравится играть в центре? Ну, всегда в центре, я как-то, не знаю, хотелось попробовать, потому что центральных их, ну, как сказать, они эксклюзивнее, как-то, не знаю. Все через него идет, как бы, не каждый сможет сыграть в центре. Все равно в краю полегче, думаю, играть, а центр это такая более многофункциональная. Объем работы больше. Да, многофункциональная позиция, и тут нужно уметь все, то есть тут и оборона, и атака, ну, и все, все, все. А если ты играешь на краю, то там можно только вот так играть, а в обороне все зацентральные зоны. А сейчас я сам нахожусь в этой роли, что мне нужно все делать за своих партнеров, даже где-то в обороне, подстраховать защитников, все что-то. Это новый вызов для меня, я люблю что-то новое, и будет забавно за этим наблюдать, и мне самому интересно. И я думаю, что у меня все получится, и я как бы быстро учусь всему. Вот, если мне будут говорить, подсказывать, то я буду прислушиваться ко всему, и выходить на лед, и выполнять просто то, что это не требует. Я еще посмотрел в Ахмативе даже, да, у тебя периодически? Ну, понятно, где детский, но... Было, пару матчей было, да, в Ахмативе еще. С твоим игровым мышлением и мозгами вот ты прирожденный центр по типу. Вот, ну, с такой головой надо быть центром. Почему у нас вообще в детских школах выходит куча крайков, и такой дефицит центр форума? Это с чем связано? Где у нас уходит момент этот? Вот сейчас исправим. Нет, ну, у тебя взяли, переучили. Демид уже тоже центр немного играет, и центр, и край. Ну, Демид, как бы, край. Он там играл в каких-то клубах, там, посмотри, статистику. Ну, тогда, в принципе, поигрывал в центре. В принципе, когда детский хоккей, там, всех меняют, могут попробовать в центре, могут пробовать на краю, в этом нет ничего такого, вот, и Ваня Демидов, что, я думаю, хорошо видит площадку, поэтому, думаю, тоже его пробовали в центре, но, нельзя, с краю, с краю у него отличие получается, думаю, нет смысла ничего менять. Трудно ли центру получать 55-60% выигранного в Расене, что для этого нужно? Ну, потому что, там, ну, грубо говоря, 40% в Брасене, ты можешь быть центром, но при этом у тебя 40% в Брасене, да, и такой, так себе центр, да, по эффективности. Что нужно делать, чтобы у тебя было 60? Ну, я думаю, что стремиться к этому, сидеть над этим навыком, работать, я думаю, без работы ничего не будет, поэтому нужно учиться, учиться выиграть с Брасене, вот, и чувствовать тот момент, когда шайба опускается на лед, и выигрывать, и резче играть, резче, чем твой оппонент играет. Тут миллион хитростей, или, наоборот, все очень просто, набрасывай. Ну, вот, честно говоря, я тут третий день, всегда трех, не, шучу. Ну, ты как сам понимаешь? Побольше. Как сам понимаешь? Ну, пока что еще не понял, не понял, наверное, в чем, в чем главная задача выбрасывания, потому что, ну, не, резче, резче выиграть, чем твой соперник, вырвать, там, на характере, может. Я проигрывать не люблю, поэтому приходится упираться, там, на это выбрасывание, вот, руки жестче ставить, вот, я думаю, люди даже, наверное, центрально играют, лет пять не все еще знают, в чем смысл выбрасывания. Все равно, ну, это непросто, это не так, ни за один день не поймешь, что нужно, пока не попробуешь, пока не узнаешь, то есть, нет какого. То есть, там, в Сочи в прошлом году на тренировках делал, то есть, уделял, да, да, центральными баллах оставался, выбрасывания выигрывали. У меня, в принципе, в принципе, всегда хорошо получалось выиграть, мне отправилось, вот, а тут еще, как бы, в центре доверили на такую роль, и, ну, очень, действительно, классно для меня. Как ты думаешь, насколько, опять же, очень рано делать выводы, но, знаешь, между пацанами всегда есть такая химия, общение по жизни, насколько тебе кажется, вы дополняете с Демидом хорошо друг другу? Потому что, я говорю, вот эта связка, которая может, грубо говоря, три года играть вместе, и могут вырасти больших игроков. Знаешь, как маленький кросс-белемье, они там растут, у них большие карьеры, они там расходятся по клубам, но вот они были моменты, играли вместе. Это особый момент для тебя, или просто, ну, так совпало просто, ну, я думаю, что да, это особый момент для меня, потому что Ваньке драфт скоро, все-таки, ну, как бы, как бы мы не хотели эту тему затрагивать, все равно этот драфт, как бы, все ждут этот момент, вот. Я думаю, что у него очень хорошие шансы быть в топе, первым, вторым, надеюсь, что так будет, дай бог, чтобы все получилось, ну, нужно работать над этим, над этим каждый день нужно работать, чтобы все так получилось, как мы хотим, вот я очень хочу, и когда мы играем вместе, просто получаем удовольствие от хоккея, мы сразу договорились, что будем делать все возможности для победы команды, остальное все придет, и, не знаю, как ты охота помочь ему, чтобы он раскрыл свои наилучшие качества, чтобы он делал те вещи, которые умеет, а моя задача просто, как бы, помочь ему в этом деле, и... ты уже как старший, уже опекаешься немножко, ну... на год старший, это важный силан хоккей, ну так, опять же, вот он тебя спросит, что такое драф, что там страшно, не страшно, как себя вести на собеседниках, дашь себе советы, у тебя опыт уже есть? да, совет, конечно, дам, все, мы с ним разговаривали уже, о этой теме, как бы, я ему честно все говорю, как есть, и хочу только помочь, и очень хочу, чтобы, говорю, он был первым, первым, вторым, ну, ладно, вторым, ты будешь счастлив, если он попадет в Филадельфию? конечно, было бы очень классно, был бы счастлив, тем более, тем более, сейчас здесь вместе играем, вот, но, мы только узнаем через год, как все на самом деле будет, вот, я думаю, что, какая бы команда Ваня Демидова не выбрала, в любом случае, он будет, он вырастет хорошего игрока, ну, из перспективного, хорошего, а дальше уже в лучшего, как бы хорошего, одним из лучших игроков, думаю, будет, дай бог, чтобы все так сложилось, вот, и, ну, приятно сейчас находиться, играть вместе с ним, ты напомни, ты против Федотова не играл, или играл, был момент, против Федотова, Ваня Федотова, вратарь ЦСКА, нет, не играл, не совпадал, нет, потому что он может оказаться в Челадельфии, может, ну, там, ты, грубо говоря, там, условно говоря, через три года поедешь, он может, там, поехать к тому времени, но, вот, видя НХЛ со стороны, и играя против вратарей КХЛ, трудно вписаться, грубо говоря, у Федотова можешь получиться в НХЛ, или, это все равно, тяжело, говорить, прогнозировать, в НХЛ Федотова, ну, ты можешь играть с Федотом в одном клубе, классно было, был обзором, ну, да, всегда с русскими, наверное, классно, находиться вместе, играть и общаться, потому что, когда ты находишься там, все равно, у тебя дефицит русского языка, и все равно, охота с кем-то пообщаться на русском, потому что везде, английский, 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 особенно, когда не понимаешь, тебя просто, когда находишься в этой среде, у тебя голова кругом, и всегда охота найти человека, с кем ты мог поговорить по душам, просто чисто на русском языке, на своем родном. У меня вопрос, конечно, такой интересный, у тебя был ЕГЭ? Да. Опять же, какой-то опыт в школе, то есть мы, может, выйдем там ближе к сентябрю, вот как в школе, когда ты, то есть как сейчас, ты поступил тут уже? То есть, ну вот сейчас еще решается этот вопрос. То есть ты в ЕГЭ у тебя был когда? ЕГЭ у меня был, ну когда вот, этим летом, да, вот как ты к нему готовился, насколько я такой страшный момент, или волнительный, потому что ЕГЭ, это, знаешь, все школьники такие, вот ЕГЭ, у меня даже сын, он еще 6 класс, он такой, вот у меня ЕГЭ будет к нему, думает об этом. Как ты его проходил? Ну, готовился к этому, но не было такого, такого волнения, наверное, как в играх, как в матчах, не было такого адреналина, потому что, наверное, кто учится, у них нет хоккея, наверное, хоккея, другого вида спорта, у них просто как бы жизнь, и вот у них, можно сказать, от ЕГЭ зависит их дальнейшая судьба, кто куда поступит, у кого как бы жизнь складывается, у кого судьба будет складываться. Все-таки, наверное, хоккей, это немного по-другому, да, ты, ну все равно это важно, безусловно это важно, но ты в любом случае понимаешь, что вот у тебя хоккей, ты как бы уже двигаешься по этому пути, вот, но ЕГЭ, как бы, да, я сдал там, сдал, хорошо так лазилось. Самый, какой вопрос был на ЕГЭ, что ты там задумался, или показался тебе любопытным? Ой, там все вопросы, над всеми вопросами задумывался, потому что там не было такого, что я так вовп ответил. Исторические там были, да, всякие? Да, там было все, я думал, 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 все уже написали, все какие-то в Underkingе, я тут сижу, они уже написали, я сижу, я думаю, ладно, пускай они написали, я дольше лучше посижу, но правильный ответ. Ну, баллов там много? Ну, Все, база, база математика, 5 из 5, вот, хороший был. Математика это круто. По-русски там что-то там, 68 помню, 4, ну, не, или даже больше, не, вот сейчас не больше, 68, классно, помню. Ну, ты, короче, проходной прошел, проходной прошел, да, по-русски 4, математика 5. То есть, там по двум предметам, да, я сам не сдавал, у меня была другая формула, то есть, там ты по-русскому сдаешь 100 баллов, максимум, и математика, да, и литератур. 100, ну, 100 ты, там максималка, а максималка, ну, по-русски. 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 Биология была. А, и биология. Ну, ты биологию должен знать, физиологию. Биологию там, да. Тоже. Но ты думаешь, физкультурный идти, спортивный институт, лесбовство? Ну, да, да, в лесбовство, наверное, суть, что-то на других-то вариантов собаку. Но, но с другой стороны, кто там рассказал, Арашевский рассказал, как там он инвестиции узнает. То есть ты можешь сам образованием заниматься, с другой стороны, обучению лесбовства тебе поможет быть лучше, как профессионалу игроку, наверное, базу. Ну, я не знаю, я хочу всю свою жизнь связать со спортом, с хоккеем, поэтому я думаю, что у меня других вариантов нет. Ну, конечно, у кого-то есть и другие варианты, у кого-то мечтает, там, после хоккея, еще чем-то заниматься. Но я хочу всю свою жизнь отдать хоккею, вот. И это очень здорово, на самом деле, очень классно, когда другие ребята после хоккея еще чем-то занимаются. Для меня это всегда было удивлением, что они разносторонние такие люди и всегда хотят, хотят что-то новое, там, не знаю, ну, это классно, классно, забавно, но я все-таки предпочтаю долго немного в путь. Если у тебя какой-нибудь бытовой скилл появился, бытовой скилл, ты бы какой выбрал, там, быть хорошим инвестором, быть спецом, там, не знаю, в чем-то еще. Знаешь, люди, то, что пытаются развить, там, знать язык, там, идеально. Какой скилл ты бы хотел получить вот так, хоп, чтобы тебе с небес подарок был? Есть какой-то момент, который ты думаешь, ну, ты однажды до этого дойду, там, через какое-то время, будет время, там, поучусь, чему-то? Честно говоря, никогда не задавался этим вопросом. Наверное, но английский в идеале знать это, наверное, очень классно было. Рионов, например, открылся, и на деле, да, после завершения коррелы. А, в Ирионах на деле. Ну, я думаю, что у меня еще есть время задумываться вот этим, что бы у меня было, поэтому сейчас я пока что думаю только о хокке. И несколько последних вопросов, буквально уже завершая беседу, вот как ты проводишь свободное время, когда у тебя есть там посмотреть книжку, почитать книжку, посмотреть сериал, там, музыку послушать, поиграть во что-то. Есть какие-то вещи, которые там тебя цепляют? Да нет, на самом деле, прихожу вот сейчас, просто прихожу, отдыхаю, вот, книжку, книжку читать. Вот книжку я сколько раз я пробую заставлять читать, мне это не нравится. Я лучше какой-нибудь сериал посмотрю, нельзя, кино можешь глянуть, попереписываюсь с близкими, звоню с близкими, вот, больше такое по душе. Ну, музыку еще слушаешь, да? Музыку слушаю, ну, музыку, думаю, все слушают. Я как бы так больше меломан, нет определенного исполнителя, что нравится, что услышал там где-то в бассейне, что им понравилось. Ну, а Вечкин, когда меня спросили, он говорит, я бы пошел на концерт на какой концерт любого музыкального исполнителя ты бы пошел? Вот прям сейчас вот, 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 вот я хотел сходить на Элуана, но сходил, сходил в Сочи, сходил в Сочи, с друзьями, вот, потом Макс Корф нравится, и, наверное, Баста бы еще посетил на концерт. Он периодически выступает, да, и они все любят сказать хоккей, каждый там по-своему хоккейную песню пишет, да, и моя игра, и Корш написал, что это медаль на медаль, ой, не Корша, а этот Элуана написал что-то медаль на медаль, ой, да, ну, в общем, желаем тебе, чтобы у тебя получился хороший сезон, и так вот, вверх, 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 да, спасибо, спасибо большое, давай, спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok